друзья всем привет добро пожаловать на канал мастер босс сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для сноураннеры сегодня у нас на обзоре мод джип новые видимо такой я честно говоря такой вообще никогда не видал в жизни да ну видимо вышел новый land rover defender да он у нас идет 90 и 110 трехдверка видимые пятидверка первая тестовая версия вышел два дня назад сейчас с вами его пощупаем описание никакого нет опубликовано назаром единственный что мы знаем и все скриншотов очень мало что он здесь делает тоже непонятно давайте все вместе сейчас с вами поглядим я думаю они абсолютно одинаковые просто пятидверный тот трехдверный но пятидверные нам наверное версии будет по интереснее вообще ребят так заводим анимации двигателя у нас присутствует постоянный полный привод у нас идет не есть возможность подключения блока дифференциала вообще когда я увидал я подумал это что-то может быть свое сделали но я так понимаю вышел реально новый defender до который смотрится очень даже неплохо ребят стоп-сигнал у нас присутствует задние лампочки у нас также загораются звуки ручника у нас с вами есть садимся внутрь сначала давайте по текстуре все мы с вами дело проверим в серебристом идет исполнение и очень даже неплохая текстурка по крайней мере ребята снаружи у нас идет а включаем фары фару нас ксеноновые загораются давайте сразу ночь с вами делаем здесь промотать время вот сюда освещают тоже ксеноном освещают очень ярко из салона тоже видно но очень очень тускло она у нас даже здесь приборка вообще никак не загорается это минус ребят подсветки внутри при включенных фар у нас к сожалению здесь нету это дело надо реально поправлять шестиступенчатая коробка передач у нас идет по умолчанию 90 литров емкость топливного бака ребята включаем с вами день и погнали посмотрим что у нас по салону внешне все вроде бы неплохо по салону пока что нету подсветки анимация руля у нас с вами здесь присутствует знаете в целом наверное неплохо но наверное сама игра анимация зеркал кстати также у нас присутствует молодец а со стеклами какая-то проблема посмотрите да не как будто бы какие-то машины как будто вы стояла вся в пыли но снаружи этого незаметно садишься внутрь сразу это видно и плюс я понимаю что это кожа да вот такая грязная она как будто выдать какая-то и идет обшита и сиденье такой же то есть тяжело возможно в этой игре передать именно кожу посмотрите лет она прям грязный грязная к это все непонятные то есть вот с кожей немножко разобраться и салон был бы идеальная так сожалению немножечко прям прям реально немножко не хватает переходим с вами в гараж погнали посмотрим что у нас идет по тюнингу кастомный один оффроуд второй сразу добавляется мощность масса и на стоковый первый стоит у нас ну давайте наверное вот этот оффроуд наверно мы с вами будем устанавливать коробка передач по умолчанию стоковая идет оффроуд идет расход топлива повышается и хайвей у нас идет скоростная коробка передач ставим оффроуд а подвеска стоковая оффроуд сразу высокая активная которая у нас может подниматься и и с вами и затестирует шин большой выбор все практически дефолтные кроме вот генерик асфальт r22 плюс она шипованная такая смотри на льду отлично вот это молодец вот жаль ты ее не скинул сюда к цепям но вот это реально очень здорово посмотрите как классно не смотрится ребят и просто генеритик асфальт на трассе отлично бездорожье отлично в грязи среднем и так не поедем все таки вот у нас есть гудьеровская хорошая резина вот от wrangler у нас уже стояла отлично 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 везде отлично тогда ее мы по дефолту с вами оставляем лебедка стоковская оффроуд и оффлайновская винч нам тоже это дело нужное подключаемый дифференциал запасное колесо всякие разные можно сюда установить и на крышу еще ставится дополнительно шноркель устанавливается такой аккуратненький да симпатичненький нормально смотрится и модули кузова посмотрите ребята багаж 1 200 деталей ремонта 100 литров топки наверно где-то внутри багаж 2 ладно здесь мы сверху с вами видим до чисто для ремонта 200 багажник 3 вот это очень хорошо туловский такой идет у нас до 100 ремки 50 топки бокс туз его как это прикольно смотрится смотри и топ хищ вообще не понимаю куда он его вешает а это у нас типа идет до фаркоп посмотрите фаркоп идет вот эту ли мы можем вообще с вами все я так понимаю здесь навесить кроме вот этих вот последние три можем без проблем слушай прикольно вот этот бокса винч да смотрится очень тут тулбокс очень смотрится хорошо ребят крыша кабины и ее еще там всякими можно к я понял он в общем на внешку на эстетическое такое больше до старался сделать можно даже там видимо а стеклянную какую-то крышу сделать ребят также бампера у нас меняется всякие посмотрите может там усиленные поставить можно какие-то типа оффроудовский поставить это все мы с вами щелкать конечно же не будем разные тоже дохренище всего целый тюнинг из него можно сделать вот эти кстати ступеньки очень даже ручки дверные а ты посмотри капот карбон типа идет 110 слушай-ка логотипы здесь можно свои какие-то установить на ару в камера камера заднего вида посмотри ставится слушай ну чувак на эти мелочи реально прям подсел гриль 1 гриль гриль 2 типа радиатор да у нас решетка здесь меняется чувак на мелочи подсел фары также у нас всякому меняются сужу вот это это здорово но это етска нам это особо здесь не нужно но вот так разочек посидеть черные диски поставим разочек посидеть настроить под себя машину и разные цвета автомобиля также вот такой смотри да прикольный цвет очень а ну и внутри кастомизации интерьера извинения внешнего вида ничего нету мы так в принципе дофига сюда всего навесили вот в таком исполнении слушай он очень красивый ребят реально очень красивый посмотрите на него гулять назад ты хорош внешне по крайней мере сейчас покатаемся посмотрим как он у нас вообще чё перевозит по прицепам дефолтный прицеп платформа модуль геологоразведки малый прицеп малая цистерна молодец не стал никаких больших там прицепов нацеплять ну что садимся внутрь я вот стекла почище бы сделал а а смотрите как мы низко стоим с этим да это у нас активная кстати подвеска здесь присутствует изменить режим подвески смотри оп видали ребят пневмо подвеска как работает видали конечно видали а точки зацепа две сзади по одной боковой и одна точка зацепа спереди ребят поехали посмотрим как он у нас ездит на включаем сразу информацию посмотрим что у нас но оффроудовской коробки на оффроудовском двигателе что у нас будет по максимальной скорости и также я хотел посмотреть повышенное очень и очень медленно 16 километров в час мы с вами видели что на многих грузовиках она идет до 25 поэтому вот на разведчики кстати говоря можем было сделать и побольше все таки держит дорогу железно на повороте на скорости 40 плюс я выкрутил руль и он спокойно зашел в этот поворот у нас 34 он еще не такой быстрый как хотелось наверное 46 48 9 даже до 50 не разогнался но это не скоростная стоит коробка но все равно это же land rover defender ё-моё он под горочку 57 у нас они выворачиваются смотри он не переворачивается он все-таки перевернулся у нас да но мы его ставим обратно на колеса легко но тяжело его перевернуть ребят реально его перевернуть тяжело лебедка у нас за что-то цепляется дерево мы берем конечно же конечно же с собой так промотать и у нас перезагрузить вот так мы с вами сделаем дерево уже у нас не исчезли до отсюда надо нам в какую-нибудь машину пересесть в трехдверку вот в эту прикольно только не серебристый цвет не нравится но это на вкус и цвет как говорится да мне все дерево едет с нами также на обзор ребята что здесь кустами происходит кто-нибудь знает из вас с кустами с ветками что с ними здесь не так ух ты урон как он выхватывает у нас а ну-ка ну-ка так на полном ходу на полном ходу подвеску всю конечно ушатали я хотел столб честно говоря зацепить а лебедка то нас какая-то длиннющая что ли нет это он за другую нас лебедку зацепляет нет поломали полностью машину поломали полностью машину и давай вот таким же дефендером мы с вами сейчас попробуем его отсюда вообще мы с вами попробуем его выдачить братом братика до такого заводим за бочину надо брать ну смотрим проверяем до вытаскивать в принципе он без проблем вообще без проблем слушал он какой-то такой знаешь как по мне очень и очень шустрый даже с газу ему даешь он это дорогу держит у нас еле-еле там прям перевернулся здесь посмотри как уверенно идет ну подвеску конечно скорость большая четырехступенчатая кстати у нас стала коробка передач вот почему 50 километров в час оффроудовскую мы с вами установили там если бы оставили спортивную то было бы все 70 короче ребят вы прекрасно видите как он едет по камням вы прекрасно все это дело видите это знаете недавно я прокатился меня уговорили поставить ford raptor подвеску однозначно надо делать мягче прям вот однозначно надо делать подвеску здесь помягче и в общем он примерно я так понимаю конкурент этого самого ford raptor в плане читерства ну что то он прям мне кажется через чур там еще блок диффе с вами не подключали а зачем его подключать он и так у нас наваливает на автомате посмотри без блока диффа 75 грязь просто на ура проезжает к тому дереву есть что дотянется вот теперь вот здесь можно будет посмотреть ну вот чё то уже да чё то уже да пониженную вот здесь по крайней мере да уже восьмидесятая грязь и уже у нас ребятки испытываются здесь проблемы зацепиться нам с вами абсолютно не за что так назад проверяем по своей колее вылазит он у так похож некоторыми местами на шкоду йети вообще но нет land rover defender так понял создать 90 давай трехдверку здесь мы создаем с вами готова ну что поехали кататься вытягивай давай трехдверочка на ура у нас его отсюда вытащил слушай поспешил я он наверное на какой-то такой сухой дороге реально ведет себя прям так это уверенно несется по камням всем перепрыгивает а в грязи вот пожалуйста восьмидесятая грязь это не сотка с включенный блок дифференциала и он у нас здесь еле еле едет и я думал до здесь до сидит и я думал он у нас честно говоря здесь то затянется до столба нет они затягиваются ребят пересаживаются да опять в defender вот короткий коротыш здесь как у нас на на полностью дефолте на 6 ступки на автомате нормально вот он до 75 вообще не замечает ничего никаких проблем восьмидесятую машину не из-за ветки там так не ехал ну почему так легко пролетел-то и в принципе едет дальше чё происходит народ это чё такое это мы еще оффроуд с вами не поставили здесь не на повышенный конечно он вообще у нас здесь захлебывается а вот с включенным блоком дифференциала с включенным блоком дифференциала он у нас потихонечку здесь даже как-то двигается но это очень не сейчас было на самом деле непонятно вот кстати у нас раптор есть дурной который да добавить посмотрите ребят сейчас мы к нему наверно подцепимся с вами и он его я так понимаю у нас отсюда спокойно нет раптор у нас особо там не подгазовывает раптор вообще что-то там задумался восьмидесятая грязь ты посмотри либо там что-то у меня ветка баганулась все-таки потихонечку помаленечку с раптором вместе вот так на лебедке мы с вами здесь даже как-то выдвигаемся ну-ка давай проверим пересесть полный привод ему просто надо было включить да я так понимаю смотри двари чё он делает без блока диффа просто просто отсюда легко он приятно он здоровый он красивый этот раптор я на него обзор не делал но катался на нем на стриме ребят а он в принципе неплохой в салоне такой наш так брутально такой на весь так выглядит здорово но он очень был читерский и проходить а скажем так дефолт около дефолтные карты на нем уже будет просто кататься не интересно ребят лучше вот такой взять land rover который реально восьмидесятой грязи все-таки немножко но пасу разобраться с кожей подсветка чтобы ночь угорела ну как по мне аддонов очень много в которых блин наверное да это неплохо ребят выглядит и можно всегда что-то настроить что-то под себя прям сделать машину это как правило будет один раз делаться но это не хотелось бы чтобы превращалась в dts все-таки не надо забывать что игра в первую очередь за рассчитана на проезжабельность в грязи там да на доставку там открытие . разведки местности да вот по сухой дороге наваливает чересчур я бы его даже немножко хоть у нас на уфродии было там 50 скорость но тем не менее смотри не такой он это да как я думал вот в грязи он себя ведет нормально то есть где-то лебедочку подтыкать на сухой дороге он какой-то прям становится сумасшедший ну джип этим типа все сказано ну не знать может быть кстати может быть да как джип этим типа все сказано идет он по сухой у нас и должен лететь ладно пробуем отсюда мы с вами выбраться на а он у нас отсюда своим ходом то ведь и не выйдет до мк-38 добавить готова и вот только вот таким чудом и только вот таким ну да здесь он также у нас примерно проезжает но такое ощущение что тот трехдверный даже не имея а оффродовской оффродовской коробки передач подвеска там но он сразу там идет высокий по умолчанию приятно приятно но кожа были здесь прям портит вот реально она прям портит но красивый зараза что не говорит что есть то есть ребят что вы думаете по данному внедорожнику вот он знаешь он мне внешне очень понравился вот прям реально очень понравился внешне но что-то в нем не хватает кто-то там видели отворот куда-то идет а это я со стороны полигона я же отсюда заезжал этот поворот никогда здесь толком ты не видел даже ребят как-нибудь с этой стороны заехать на чем-нибудь грузовик как бы не поедем тестировать и на нем заскочим а так вот короче вот вроде бы вроде бы все супер вроде бы все супер но что-то как-то чё-то в нем и внешне вроде интересный такой нормальный сейчас мы от этого дерева так избавимся машину сами помоем почистим с гаража вот так вот выйдет вроде бы все красиво да вроде бы все хорошо до салон поправлять однозначно с кожей проблема переделать подсветку надо включать и что-то надо посмотреть ребята с проходимостью как по мне что-то надо посмотреть с проходимостью а так в целом очень даже неплохой джим который я например наверно на некоторых картах с удовольствием поюзал покатался он смотрится очень и очень симпатичный я не знал что реально такой defender есть а что вы думаете по данному джипу напишите пожалуйста друзья в комментариях всем счастья здоровья до новых встреч пока пока